Качество хлеба Падает по каким-то другим причинам Вот он и жертвует им У него другого выхода просто нет Мы имеем достаточно большую палитру Разброс по качеству В зерновых ресурсах У нас есть и фуражное зерно И зерно среднего качества И высокого качества Хлебопыг не может себе позволить Дорогую муку ввести в состав Поскольку Экономика продаж не позволяет Поэтому он покупает муку что подешевле Но при этом требует достаточно Жестко качественных кондиций От этой муки И вот она и получается Мука с добавлением Так называемых улучшителей И в конечном итоге Это приводит к тому что мукомолы Не покупают высококачественное зерно Хотя много говорят о том Что его не хватает На самом деле его больше чем достаточно Просто оно дорогое Оно стоит дорого И экономика не умещает Такую покупку В их себестоимости Если в этом вина производителя Ведь на рынке работает много Нелегальных пекарен Как вы можете винить производителя Если он не травит Он же не Выпускает небезопасную продукцию Она безопасна Просто она низкого качества А это зависит от экономики Поэтому производителя винить в этом нельзя В этом надо винить ту систему В общем экономических взаимоотношений Которые сформированы государством Она не сама по себе родилась Не от производителя Есть мнение что самое лучшее зерно Уходит на экспорт А в стране остается худшего качества Так ли это на самом деле? Нет это не так Мы поставляем на мировой рынок Если говорить о пшенице То в основном продовольственную пшеницу Это да это факт Но это пшеница низкого продовольственного качества Так называемого четвертого класса А высокое качество у нас от третьего класса И выше там второй и первый А основные объемы мы поставляем именно четвертого класса То есть это не самое качественное зерно А самое качественное остается здесь в России Ну а как изменить сложившуюся ситуацию И обеспечить контроль за качеством хлеба Для этого надо исправить экономику Производственную экономику Надо перестать подавлять цены на хлеб Я понимаю что это социально важный фактор Но лучше помочь малоимущему карману Со стороны государства И повысить его покупательную способность Вы же можете и сейчас купить хлеб очень высокого качества Просто он будет очень дорого стоить И это проблема в первую очередь для малоимущих Поэтому надо помочь малоимущим покупать более дорогой хлеб Если представить, что соблюдены все требования Сколько должен стоить качественный хлеб сегодня? Сопоставьте В советское время Нарезной батон стоил 13 копеек Стандартный Сейчас он стоит 19 рублей А проезд метро-то стоил 5 копеек Сегодня проезд Минимальная поездка при многоразовом Многоразовой езде 25 рублей стоит Исходя из этих параметров В сопоставлении батон должен стоить Вообще 65 рублей минимум Сегодня нарезной А он стоит 19 Ну, качественный нарезной батон можно получить Сегодня сделать и изготовить за 32-35 рублей Но никак не дешевле За 19 качественного не получите Ну а как изменить ситуацию Или с чего все-таки нужно начинать? Надо сменить вообще парадигму Регулирования рынка хлеба в государстве Но до сих пор в основном не там До сих пор не меняется система сама регулирования И до сих пор на всех уровнях власти Цены на хлеб являются фетишем И их никто не дает поднять В таких условиях невозможно исправить ситуацию с качеством Ее можно исправить только экономическими способами Отдав производителю возможность, скажем так Производить качественный хлеб Пока у него такой возможности нет Он, конечно, этого делать не будет Слушай, благодарю за то, что нашли время для этого разговора Я напомню, что в гостях Сегодня у нас был президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова